Очередной подарок углическим меломанам преподнесло музыкальное агентство Стаса Майнугина. В первый день октября, по совместительству Международный день музыки, во Дворце культуры прошел концерт с участием певицы Асет. Это сценическое имя многим известно по телепроекту «Голос». Однако музыкальная карьера Асет – это череда престижных фестивалей, сольные концерты, работы со знаменитыми коллективами и артистами. Говорят, что «Голос» – это эхо души. Так вот, с этим и другим у Асет все в порядке. В этом убедились и угличане. Прекрасный, надеюсь, состоится концерт, прекрасный репертуар. В основном это классика джаза и блюза. Сегодня я играю с группой Dimetrix Band. Состав у нас камерный, но очень-очень классно звучащий. Мы выстроили концерт так. Мы начинаем с более-менее такого классического джаза, а потом, потом, потом уже идем до джаз-фанка. Поэтому мы начнем с всеми любимой и известной песней Road 66, что означает шоссе 66, то самое шоссе, которое ведет в Лос-Анджелес. Это внешняя старинная песня. Сейчас я попробую вам ее напеть. Если вы ever планируете на Моро-Уэст, путешествие моего, по дороге, по дороге, это лучшая. Моро-Уэст Все композиции, исполненные ассет, Независимо от содержания и жанра, идеально ложились на ее образ. Вокальные данные, энергетика певицы в сочетании с виртуозным музыкальным сопровождением создавали атмосферу приятного куража. Куража эстетичного, без лишней суеты и напряжения. Она любит всегда оригинальность. То есть вот эти аранжировки, которые мы исполняли, да, они отличаются от стандартов. Они все немножко оригинальные. Поэтому мы, когда готовили программу, встречались, обсуждали. Ну, некоторые вещи мы не стали играть, некоторые по-другому стали играть. Она всегда вносит какие-то коррективы и индивидуальность. Музыка пишется по определенным канонам. И есть такое даже понятие, там, стандарты в джазе, в блюзе, в рок-н-ролле, есть понятие стандарты. Поэтому, если человек музыкант, это, знаете, как участие в разговоре. Мы просто общаемся на сцене через музыку. У нас очень важен контакт между музыкантами и контакт с публикой, потому что все рождается, ну, такое, достаточно 7-минутное. Ну, мы же, это как бы в настоящее время очень важно научиться играть сразу, друг с другом, взаимодействовать. А если это при этом есть еще от публики такое, то, конечно, мы испытываем массу положительных эмоций. Вы говорите, что не всегда это бывает. Не всегда, но сегодня было, вожжи. На самом деле мы видели. Публика аплодировала, топала в такт, умилялась необычным флейтистом. Давиде Годино – итальянец. Он играет в оркестре театра «Ла Скала» в Милане. В общем-то, на сцене были таланты, а в зрительном зале – поклонники. У нас часто выглядят музыканты, но обычно кто-то один очень хорошо играет или поет. А здесь они все на уровне, на высокой мочи. И вы получили? Море удовольствия, только мне очень мало. Я вообще послушала часа полтора. Всех больше понравился итальянец. Итальянец. Да, очень такой, да, конечно, да. Ну, а сет понятно. Видели в проекте. То есть, как бы, хейдлайнер, можно сказать, сегодняшнего концерта. Очень понравилось. Намечательно. Мне бы хотелось, чтобы больше людей приходило. Очень многие жители города и гости, они себя просто лишают удовольствия. Поверьте, я ни разу не привозил каких-то, ну, как это называется, забубенных каких-то проектов. Все это виртуозно, это ярко, это доступно. Надо просто один раз сделать на собой усилие и прийти на живой концерт. Олеся Хазинова, Иван Бизин, Углическое общественное телевидение.